Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я, Иван Пизняков, приветствуем вас на нашем новом вебинаре, который называется «Цикламент. Поддержание здоровья и важные изменения ассортимента». Коллеги, добрый день. Мне тоже очень радостно в такой солнечный день приветствовать вас на нашем вебинаре. Я думаю, что он будет вам интересен, поскольку это уже продолжение нашего предыдущего вебинара. И здесь мы затронем интересующие вас темы, темы здоровья и то, как сохранить ваш цикламент и сделать так, чтобы он дожил в самом лучшем состоянии до клиентов. Итак, Юлия, тебе слово. Наверное, ты сейчас затронешь вопросы, в первую очередь, ассортимент, а потом поговорим о болезни. Итак, последние изменения, прям самые последние новости с полей селекции цикламена. Ну, дай бог, не последние. Селекция-то у нас продолжается, все хорошо, все нормально. Ассортимент наш огромный, особенно с тех пор, как компания «Сингента» поглотила компанию «Вареновый», наш ассортимент цикламенов раздулся на 50%. У нас стало очень много серий. Сейчас мы потихонечку пытаемся его оптимизировать, сокращать и выбирать лучшее из лучших. Итак, в этой таблице вы видите классификацию серий по размеру растений, по диаметрам горшка, по срокам цветения осенью-весной, в прохладное время, в более теплое время. Для российского рынка, естественно, самые эффективные и самые востребованные серии – это серии «Райнер» и «Максора Фриллер». Мы серию «Максора Фриндж» и «Фриллер» объединили в одну, и она стала «Максора Фриллер». Это крупноцветковые серии, которые можно выращивать в горшках диаметром от 14, где-то до 25 сантиметров. И эти растения лучше всего продаются к 8 марта. Но также у нас есть растения, которые нужны для цветения летом или осенью. Например, серия «Канта» очень хорошо подходит для осенних продаж, например, ко дню учителя. Обратите внимание, внизу написано, что, например, вы уже в новых каталогах не найдете серию «Кантига». Она просто растворилась в серии «Сьерра». То есть мы выбрали самые-самые лучшие гибриды и надежные из серии «Кантига» и из серии «Сьерра» и объединили их под названием «Сьерра». То же самое, теперь вы не найдете серию «Мерита». Все цикламены перешли в серию «Лазер». Мидори мини-цикламены стали фасылой, магния объединилась с серией «Райнер» и так далее. Пожалуйста, Иван, следующий слайд. Здесь крупноцветковая классика. Это вот серия «Райнер». «Райнер» – это классический цикламен. До сих пор он самый популярный в России и в Китае тоже он очень популярный. Серия «Райнер», напоминаю, теперь содержит в своем составе гибриды из серии «Магния». Подходят они для выращивания в горшках диаметром от 14 до 25 сантиметров. Иван, ты делал эти фотографии. Пожалуйста, скажи, в каком горшке? Что за диаметр горшка? Да, я думаю, наши зрители очень удивятся. Но на самом деле здесь представлен 23-й горшок. Вот как раз наши коллеги держат эти горшки в руках. И да, действительно, вы можете видеть, что в данном случае это серия «Магния», которая вошла в состав серии «Райнер». Растения очень гармонично смотрятся и очень гармонично играют даже в таком крупном размере горшка. Итак, Юлия, наверное, уже перейдем к… Да, от красоти давайте перейдем к реальности. Как ее сохранить. И как ее сохранить, да, и как получить эту красоту. Вообще цикламен, он растет долго. Я говорю, это как ребенок. От посева до цветения проходит 9 месяцев в среднем плюс-минус. Там для мини-цикламенов может быть поменьше. И на протяжении этих 9 месяцев растения просто преследуют болезни и вредители. Возбудители болезни есть и Ботритис, и Фузариум, и Плитотрихум, и Фитофтора, и Питиум, и бактерии Ирвиния. Сегодня мы поговорим о двух наиболее значимых грибных болезнях. Это Ботритис и Фузариоз. Серый гниль и Фузариоз. Что касается вредителей, есть и цикламеновый клещ, есть и береговая мушка, и грибной комарик. Если есть эти вредители, то они не только повреждают сами растения. Вот, например, на фото посмотрите. Это не солнечные ожоги никакие. Это прям вот такие очень сильные повреждения калифорнийским трипсам. Также, помимо того, что вредители портят внешний вид растения, они еще и переносят вирусы, что совершенно нас не радует. Но, помимо вредителей и болезней, есть еще одна штука, которая очень мешает цикламенам. Причем, коллеги, я думала, что эта проблема не так важна. Я думала, что вот сейчас про то, про что будет рассказывать Иван, это больше важно на бегонии, но нет. Иван расскажет сейчас про еще одну угрозу для цикламенов. Да, и мы переходим к такой интересной теме, как водоросли на рассаде цикламенов. Необходимо сказать, что я очень часто встречался с вопросами, и когда я посещаю хозяйство, мне периодически задают вопрос, а что у нас происходит с рассадой? Вот смотрите, у нас рассада, например, это касается не только цикламенов, это может касаться и петунии, это может касаться даже таких необычных петру, как земляника, практически на любой рассаде. Ой, у нас плохо растут растения, тормозят в росте, иногда листья имеют хлорозы какие-то, иногда листья могут деформироваться. И часто причиной вот таких вот проявлений, причиной вот таких вот отклонений от развития являются водоросли, как ни странно. И эта проблема, почему сейчас мы о ней заговорили, потому что цикламен – это длительная культура, которая очень долгий имеет вегетационный период именно в виде рассады, и, как правило, в виде рассады происходят наиболее серьезные повреждения. Вот вы можете посмотреть, что в небольшой кассете, даже таких, как 288 и 128 кассеты, это 81 день, это практически почти 3 месяца от посева до развития готового растения, и больше 3 месяцев, 105 дней для 60-х, 72-й кассеты. То есть это очень долгий срок. И как раз такой долгий срок, он приводит к накоплению разнообразных отклонений, разнообразных ошибок. И, в частности, водоросли как раз относятся к тому, назовем так факту, к тому явлению, которое является накопителем, которое появляется тогда, когда ошибки эти накапливаются. И водоросли, что может приводить к накоплению водорослей? Что же, какие факторы? Вот вы можете с правой стороны посмотреть, здесь хорошая фотография. Это фотография с производства. Она сделана несколько лет назад, но, тем не менее, как бы она актуальностью не потеряется никогда. Вы можете видеть, насколько серьезно подавлены растения из-за того, что на поверхности субстрата развиваются водоросли. Видно, что субстрат имеет зеленую окраску. И, как правило, в состав водорослей входят и синие зеленые водоросли, а это бактерии, и настоящие зеленые водоросли, и проростки мхов и папоротников, которые потом развиваются. И все это приводит к тому, что растения отстают в росте, растения начинают приобретать деформации на листьях, и в том числе даже хлорозы. И какие же факторы приводят? Надо помнить, что водоросли – это не какое-то специфическое заболевание, как, например, фитофтора. Они присутствуют везде. Они присутствуют даже уже в субстрате стерильном, потому что они все практически водоросли в своем цикле имеют в стадию цисты, то есть это клетка, находящаяся в покое, которая покрыта плотной оболочкой. Она может переносить длительное высыхание, она может переносить длительные периоды с неблагоприятными температурами. И при благоприятных условиях они, естественно, прорастают. И надо помнить, что эти цисты легко перемещаются еще вместе с воздухом, вместе с пылью. Они могут быть на конструкции в теплице, но появляются они тогда, когда наступает комплекс определенных условий. И среди таких условий, в первую очередь, это длительное время вегетации, потому что именно за длительное время весь этот комплекс факторов происходит накопление их и уже влияние на появление водорослей. Медленное развитие растений. Ацикламен относится как раз к таким растениям, когда поверхность субстрата долго остается открытой, и водоросли получают достаточно большое количество света. Это избыточное увлажнение, безусловно, и неправильная работа тумана. Если у вас капля тумана долетает до поверхности почвы, до поверхности субстрата, то в этом случае ждите развития водорослей. Это, конечно же, неудовлетворительное состояние теплицы, то есть это немытые конструкции, редкие обработки, это наличие грязи и сорняков в теплице. Это очень важный фактор хранения воды в открытых емкостях. Помните, что хранение воды в емкостях, которые не закрыты от солнца, происходит развитие водорослей уже в воде. И таким образом на растения, когда вы поливаете, уже попадают живые клетки водорослей, которые там могут загрепиться и могут начать развиваться и давать вспышки. И еще один фактор, который последний, но немаловажный, это высокая pH-субстрата. Я думаю, тут надо пояснить, наверное, что такое высокая pH-субстрата. Она должна быть еще и свето-непроницаемая. Она должна быть темная, либо там черная, либо серая. Солнце не должно проходить через поверхность материала, которые лучи не должны попадать на поверхность воды. Про pH. Какое у нас должно быть? Как правило, растения наиболее активно и наиболее подходящие pH – это 5,5, даже иногда 5,2 до 6,2. Цикламент все-таки требует более щелочной реакции субстрата. Но водоросли развиваются активно при pH, подходящей к 7. То есть pH 6, все, что выше 6,5, уже будет приводить к появлению водорослей. И в первую очередь синезеленых, потому что именно синезеленые водоросли по своей биологии, они как раз начинают расти именно при такой pH. Так в чем же опасность водорослей? Казалось бы, это не паразит, это не какие-то специфические агенты, которые подавляют развитие или питаются растением. На самом деле у водорослей есть несколько факторов, которые вызывают поражение растений. Первое – это выделение токсинов. Если это синезеленые водоросли, то они выделяют антибиотики, которые в том числе подавляют развитие растений. Это, конечно же, затруднение газообмена. Почему? Потому что водоросли образуют пленки, и они поглощают, как растения поглощают кислород во время дыхания, что приводит к тому, что внутрь комика субстрата меньше проникает кислорода, и корни при этом себя чувствуют намного хуже. Это среда для развития инфекции. Это тоже очень важный эффект, который оказывают водоросли. Это конкуренция за минеральное питание, в конце концов. Почему? Потому что водоросли, опять-таки, тоже растения, и они тоже поглощают дательные вещества. И это ухудшает свой субстрат. Под пленкой водорослей растение, субстрат, извините, очень хорошо разлагается, и это приводит к застою влаги. Итак, что же делать, чтобы водоросли не оказывали такое негативное влияние на развитие растений? Естественно, первый фактор, это касается и грибных заболеваний, и заболеваний, и развития водорослей. Это в первую очередь создать такие условия, при которых растения достаточно быстро вырастут и закроют субстрат таким образом, чтобы не давать проникать свету на поверхность почвы. Почему? Нужно помнить, что водоросли – это тоже растения. Они питаются точно так же с использованием фото-процесса, фотосинтеза, и поэтому для того, чтобы не дать водорослям развиваться, необходимо, чтобы растение быстро закрыло субстрат листьями и таким образом подавило их развитие. Для этого необходимо, естественно, соблюдать все факторы, которые способствуют развитию растений. Это в первую очередь соответствующие параметры минерального питания. ЕСИ на уровне 1,5-1,8. Такое ЕСИ способствует тому, что черешки листьев меньше растягиваются, то есть высокое достаточно ЕСИ способствует более развитию компактных листьев с более короткими черешками. Листья более прижатые и быстрее закрывают собой поверхность субстрата. И температуры не выше 18, высокие температуры, я напомню, что провоцируют растягивание частей растения. Дальше специфические способы. Очень часто рекомендуют на водорослях применять такой способ защиты от развития водорослей, как покрытие субстрата перлитом или пермикулитом, то есть полистым материалом, который быстро высыхает и не дает водорослям развиваться в верхнем слое. А верхний слой, где нет водорослей, он затеняет нижний слой субстрата и, соответственно, не происходит развития водорослей и в нижнем слой субстрата. Так вот, очень часто такой способ не дает хорошего результата только потому, что другие условия не соблюдаются. То есть переувлажнение, например, не снято, и таким образом даже на переувлажненном перлите могут развиваться водоросли. И это не всегда помогает. Иван, минуточку верни на другой, на предыдущий слайд. А если мы используем песок вместо перлита и вермикулита, вот что ты скажешь, если у меня доступен песок вместо перлита? Если доступен песок, то песок, конечно, защитит в какой-то степени, как перлита, вермикулит растения, но нужно помнить, что песок, он все-таки более проницаем для воды, он под действием капиллярных своих свойств подтягивает воду из нижних частей субстрата, и таким образом он поддерживается более влажно. И плюс, что песок, конечно же, он утяжеляет состав субстрата, точнее, вес субстрата и вес кассеты, и поэтому все-таки более эффективный способ – это применение перлита или вермикулита. Вообще лучшим, наверное, укрытным материалом здесь будет выступать именно вермикулит. Спасибо. Значит, запасаемся перлитом вермикулита. Да. Тем не менее, я напомню, что самое важное – это если вы не соблюдаете тех условий, которые необходимы для оптимального развития растений, и не убираете факторы, которые также влияют на развитие водорослей, то они будут продолжать развиваться даже на вермикулите. Самое важное – это соблюдение в том числе фитосанитарных условий в теплице. Вот, конечно же, не такие условия, как видны справа на фотографии, где в теплице настолько серьезно соблюдаются эти условия, что вот при посещении приходится надевать такие костюмчики беленькие. Но, тем не менее, даже в теплицах более простустроенных вы можете получить достаточно хороший фон для того, чтобы избежать избыточного развития водорослей. Ну, конечно же, к таким факторам и к основам фитосанитарного состояния относится это, конечно же, контроль влажности субстрата. Это первое, что влияет на развитие водорослей. Необходимо давать верхнему слою субстрата периодически подсыхать, таким образом, чтобы верхний слой субстрата приобретал светло-серую окраску. Второе. Избегать, конечно же, полива сверху, то есть попадение воды на поверхность субстрата и долгое нахождение воды на поверхность субстрата. Следующий фактор – это фактор, который связан с работой тумана. Очень часто для того, чтобы снизить или повысить влажность теплицы, или снизить температуру, мы применяем так называемый искусственный туман. В этом случае необходимо отрегулировать работу форсунок таким образом, чтобы форсунки не направляли струю капель непосредственно на субстрат, а параллельно поверхности субстрата. Или если вы увлажняете при помощи ручных форсунок, то увлажняете не на растение сверху, а горизонтально. То есть форсунка должна быть направлена горизонтально по отношению к субстрату. То есть распыл должен происходить не на поверхность растения, а горизонтально. Конечно же, это повысит влажность, но при этом это избавит верхний слой субстрата от избыточной влажности. Либо же, если у вас нет возможности направить форсунки, то есть они у вас зафиксированы каким-то образом на поверхности, на конструкциях теплиц, то применяйте вентиляторы, которые позволяют капли долгое время находиться в воздухе, за это время испаряться и не выпадать на поверхность почвы. Следующее – это обязательность содержания в фитосанитарном состоянии теплицы. Минимум раз в год необходимо проводить обработку теплицы. То есть это полная химическая обработка теплицы с применением препаратов, которые убивают все болезнетворные объекты, в том числе споры водорослей, и отмывку конструкции теплицы, смыв того, что осталось после обработки. И есть еще один способ, про который редко вспоминают, который очень был распространен раньше, который до сих пор используется, например, в тех хозяйствах, которые сохраняют вот эти вот основы, так скажем, заложенные основы хорошего фитосанитарного состояния. Это покрытие нижних частей конструкции теплицы смесью медного купороса и гашлона извести. Фактически это аналог почти полной бордовской жидкости, который наносится на поверхность конструкции теплицы, но в более концентрированном состоянии. Вот эта смесь должна иметь консистенцию жидкой сметаны, то есть она должна быть достаточно концентрированной, и применяется в основном для бетонных покрытий, бетонных дорожек, бетонных столбиков. Нежелательно использовать такое покрытие на стальных конструкциях, но можно использовать на конструкциях, покрытых оцинкованным слоем. Иван, у меня вопрос. У нас очень многие вполне успешно выращивают цикламены в деревянных теплицах. Там основание, вот столбы деревянные. Пойдет ли это для дерева или только бетон? Безусловно, для дерева это точно так же пойдет. Да, самое главное условие, чтобы эта смесь не попадала на конструкции, с которыми непосредственно контактируют растения, то есть полки, на которых стоят цикламен, конечно же, такие или другие растения, конечно же, таким составом не нужно обрабатывать. Но, тем не менее, деревянные конструкции, то есть, например, дорожки деревянные или деревянные конструкции, которые не контактируют, которые находятся внизу теплицы. Опоры теплицы. Опоры, да. Их, конечно, можно обрабатывать. Бало того, я скажу больше, что их желательно обрабатывать таким составом по другим причинам. Такой состав позволяет дополнительно избегать гниения этих конструкций. Даже если они переувлажняются, они будут сохранять свою прочность, обработанную таким образом, как антисептиком, а в том числе от грибков. Еще красивый голубой цвет будет у бетонных столбиков или у деревянных столбиков. На поверхности таких материалов, как бетон и дерево. И понятно, что нужно, конечно же, избегать попадания такого состава на живые растения, потому что он токсичен в том числе и для живых растений. Но если мы уже заговорили о химических способах контроля, то я сейчас вас познакомлю с тем способом, с которым вы вряд ли сталкивались. Это обработка так называемыми перекисными соединениями. Конечно же, многие, точнее не многие, а кто-то, наверное, встречал такие рекомендации, как применение перекиси водорода на субстрате для того, чтобы подавить болезнетворные бактерии или грибки на ранних стадиях их развития. И в том числе и водоросли. Но я могу сказать, что в отличие от тех средств, о которых мы сейчас вам рассказываем, перекись водорода все-таки более жесткое соединение. И сейчас мы начнем рассказ о таком соединении, как надуксусная кислота или пероксиуксусная кислота. Это аналог уксусной кислоты, который несет в себе группу пероксидную, это два кислорода, связанные друг с другом непосредственно связью, которые выполняют функцию антисептика. Такая группа является хорошим окислителем, но при этом надуксусная кислота – это более мягкое соединение, более мягко действует на растения и имеет более продолжительные действия, поскольку перекись водорода все-таки быстро очень разлагается под действием ионов металлов, таких как железный марганец. И при этом, естественно, она уже не будет действовать, потому что она разлагается на воду и кислород, который улетучивается. А надуксусная кислота она дольше сохраняет, она имеет пролонгированный эффект. Применяют и таким способом. Обычно продается либо 5-процентный, либо, как вы видите на картинке справа, 4,5-процентный раствор. Такой раствор разводится в соотношении 1 мл препарата 5-процентного на 1 литр воды. То есть это получается 0,005%. То есть это состав, который не изменит PH субстрата, но при этом этот состав будет хорошо подавлять развитие растений. И, как всегда, мы рекомендуем, прежде чем производить обработку, да, таким составом просто происходит опрыскивание субстрата сверху. Крупной каплей происходит опрыскивание вместе с растением субстрата. И таким образом вот этот раствор, он подавляет развитие водорослей на поверхности субстрата. Значит, такой раствор не является, как правило, фитотоксичным. Но, тем не менее, мы рекомендуем провести на небольшом объеме растений, например, полкассеты, обработать таким составом. Посмотреть 3-5 дней, после этого уже приступать к обработке растений большими партиями. Почему? Потому что все-таки необходимо проверить, если растения каким-то образом ослаблены, то на них может такое, конечно, вещество повлиять тоже. То есть не забывайте никогда проверять свои препараты, свои смеси, в том числе баковые смеси на небольшом количестве растений. Проверяйте на фитотоксичность. Это касается не только вот этого соединения, это касается вообще применения всех пестицидов. Итак, я думаю, что мы достаточно подробно на водорослях остановились, а теперь переходим к серьезным лечам, культурам, от которых вы должны знать, как защищаться. Очень распространенное заболевание. Серый гниль, возбудитель различных видов ботритиса. В основном это ботритис цинирея. Но что я хочу сказать? Ботритис – это патоген, но не паразит. Почему он не паразит? Потому что он не может заразить здоровый цикламент. Пока у растения здоровое, пока на нем нет микрокаких-то травм, патоген ботритис просто не проникнет в цикламент. Но как только на растениях появляются, на листьях или на черешках, какие-то микроповреждения, которые вызваны либо, например, уходом за растениями. Мы подвинули горшок, мы случайно задели листик, мы его чем-то оцарапали. При пикировке мы могли растение немножко повредить. Или же ослабляются клетки эпидермиса у растений в результате неправильного, несбалансированного питания. Вот здесь споры ботритиса начинают проникать в растения и делать свое гнусное дело. Напоминаю, что для того, чтобы растение вообще сбалансированно питалось, и для того, чтобы клетки эпидермиса растений, ну и в целом остальные клетки растений были прочные, нам нужно думать не только об азоте и фосфоре. Но мы не забываем про кальций, а также про кремний, про бор и про молибден. Все вот эти вот элементы химические, они помогают укреплять растения. Также споры ботритис могут прорастать в очень широком диапазоне температуры. Это от 5 до 30 градусов. Скорее умрет наш цикламент, чем не прорастут споры ботритиса. Но, несмотря на то, что очень часто ботритис появляется при выращивании в прохладных условиях, мы знаем, что наибольшая заразность, наибольшее распространение и более быстрое размножение у ботритиса, у серой гнили происходит при температуре 20-25 градусов Цельсия. Также мы знаем, что очень важное условие для прорастания спор серой гнили – это наличие влаги. Вот при влажности воздуха больше 87% серый гниль ботритис начинает очень активно размножаться на растениях. Симптомы появления серой гнили, вот с левой стороны вы видите, во-первых, это серенький пушистенький налет, может быть на цветоносах, может быть на листиках, на черешках. И также на лепестках растений в зависимости от окраски, в первую очередь это будет заметно на растениях с белой окраской цветков, на светло-розовых. Вы видите такие красноватые пятнышки, и это вот практически место, куда попала спора, и мы видим поражение. То есть это портит внешний вид растений, ну и дальше ботритис очень легко распространяется по теплице, споры летят везде, и при условиях повышенной влажности во всей теплице все растения могут быть поражены ботритисом. Но с этим можно, в общем-то, бороться. Пожалуйста, следующий слайд. И самая действенная мера, даже не борьбы, а мера защиты от серой гнили – это профилактика. То есть мы создаем условия, оптимальные для растений и не подходящие для патогена. Иван уже говорил в своей части рассказа про водоросли, что мы тоже делаем условия, которые будут оптимальны для развития цикломена и не подходящими для развития водорослей. То же самое мы делаем с серой гнилью. Во-первых, мы используем устойчивые гибриды. Что касается ботритис, компания Сингента делает гибриды устойчивые, но это не такая генетическая устойчивость, как, например, у бальзамина и марок ложной мучнистой росе или у наших катарантусов из серии Кора генетическая устойчивость к фитофторе. Нет, тут идет больше устойчивость из-за определенного габитуса растений, то есть архитектоника куста. Да, наиболее устойчивые гибриды цикломена к серой гнили – это те, у которых формируется большое количество, но достаточно некрупных листьев. Всегда лучше иметь 5 небольших листьев, чем 3 крупных листа. И вот эти вот небольшие листья, они очень так аккуратно располагаются на растениях так, что идет хорошая продуваемость внутри куста. И споры ботритиса просто физически выносят потоками воздуха с листьев, то есть их остается меньше на растениях. Также мы используем ежедневный мониторинг микроклимата в теплицах. Ну, когда мы работаем в теплице и сами находимся в теплице, мы, в принципе, и так и так знаем, сколько там градусов. Влажность агрономы, я думаю, могут сказать, какая влажность воздуха в теплице или температура, я не знаю, с разницей в 2 градуса максимум. Но мы следим еще за микроклиматом в теплице ночью. Очень важно, потому что, как правило, чем ниже температура, тем выше относительная влажность воздуха. А чем выше относительная влажность воздуха, тем больше шансов распространения и прорастания спор серой гнили. Также мы ежедневно проверяем состояние растений. И еще один очень важный момент. Цикламен – это долго растущая культура. На фазу только посев сходу уходит около месяца. И мы уже привыкли, что это что-то стоит в маленьком контейнере, не занимает места. Ну, распекировали мы это в горшочке. Ну, поставили мы горшочки вплотную друг к другу. Но вдруг растения начинают активно расти, потому что мы их хорошо кормим. У нас выходит солнышко. Мы используем мощные гибриды типа райнера, типа фриллера. Нам нужны большие растения. И вот здесь мы не забываем, что расстановка растений после посадки в горшки. Сначала они стоят вплотную. Но мы помним, что листья соседних растений у цикламенов не должны соприкасаться. И поэтому в зависимости от диаметра горшка у нас на квадратном метре будет от 8 до 16-20 растений на квадратном метре. Это уже взрослые растения. Иван, так это или? Да, совершенно верно. По практике показывает, что в зависимости от расстановки, она в шахматном порядке проходит либо же линейками, либо квадратом. То да, может колебаться, начиная от 8 в крупных горшках. В 15-м горшке, как правило, это 10-20 растений на квадратный метр. Это уже после расстановки. А 15-й горшок один из самых таких распространенных у нас для продажи. Да, это, как правило, 12-й и 15-й самые ходовые контейнеры для готовой продукции цикламена. Ну и, естественно, мы можем использовать профилактические обработки фунгицидами и биопрепаратами. Обратите внимание, я поставила это в самый конец мер защиты или мер борьбы с серой гнилью. Ну, потому что ботритис – это одно из заболеваний, серая гниль – одно из заболеваний. Гуля, можно вопрос, а как влияет на ботритис вентиляция, проветривание теплицы, вентиляция? Шум вентиляторов пугает ботритис, они разлетаются от страха, все, они боятся сильного шума. Если серьезно, нет, спасибо за вопрос, Иван. Если серьезно, то, безусловно, нужна вентиляция воздуха для того, чтобы снизить влажность воздуха. Также для того, чтобы была циркуляция воздуха в теплице, будет более равномерная температура и вверху, и внизу теплицы. И мы таким образом еще уменьшаем влажность воздуха. Естественно, да, на цикламенах очень важно, особенно когда мы выращиваем цикламены к 8 марта, то мы вот где-то начиная с ноября, или когда у нас уже вот темно, прохладно и влажно, особенно в пленочных теплицах, да, безусловно, обязательно использование вентиляторов. Что еще хотела сказать про профилактические обработки фунгицидами и биопрепаратами. Ну, во-первых, не такие уж и безобидные препараты фунгициды от серой гнили. Нам кажется, ну что там такого, там третий класс опасности, ничего страшного. Сейчас все больше и больше есть устойчивых штаммов к серой гнили. Плюс еще, ну, мы не настолько богаты. Вы все понимаете, в какое время мы живем, фунгициды и вообще средства защиты растений будут только дорожать. Поэтому, если у вас есть возможность бороться другими способами с серой гнили, то есть мы используем вентиляцию, мы используем проветривание теплиц, мы четко следим за влажностью воздуха, мы делаем оптимальный сбалансированный раствор удобрений, постоянно подаем растениям удобрения. то в этом случае можно обойтись и без фунгицидов. Если вы все-таки, Иван, тогда следующую табличку, если вы все-таки применяете фунгициды, то, пожалуйста, обратите внимание, что пока это рассада, пока у нас листья растений еще не сомкнулись, пока растения где-то находятся на стадии 4, ну, максимум 6 настоящих листьев, там можно, в принципе, опрыскивать даже на ночь растения. Но как только у нас листва начинают смыкаться, и все ближе и ближе растения находятся друг к другу, все меньше и меньше возможностей для продвижения потоков воздуха между растениями, вот здесь, на этом этапе, если мы делаем обработки, то мы обработки фунгицидами любыми, не только от серой гнили, мы их делаем с утра, чтобы на ночь листья растения оставались сухими, чтобы на них не было капельно-жидкой влаги, чтобы, опять же, избежать распространения ботритиса. Здесь вы видите пример черендования фунгицидов и биопрепаратов на цикламенах от серой гнили. Это наши западные коллеги из Сингента показали реальную схему профилактических обработок, но там даже не только профилактические, но еще уже защитные есть схема обработок на цикламене. Обратите внимание, на Западе тоже сейчас широко используют препараты на основе штаммов бацилюс субтилис. На Западе это называется серенада. У нас, например, агробиотехнология производит, аллерин, гомаир и так далее. Есть и другие препараты, биопрепараты на основе бацилюс субтилис. Вот это очень хорошая вещь. Ее можно вносить как в субстрат против корневых каких-то гнилей, также и опрыскивать растения по листу. Также вы видите, например, препарат компании Сингента Свич. Он обладает системным действием. Там целых два действующих вещества – цибординил и флудиоксанил. Но, пожалуйста, будьте осторожны. Вот четвертая колоночка, вы видите, четвертый столбец – это классификация по ФРАК. ФРАК – это международный комитет, международная такая организация, которая занимается резистентностью к фунгицидам. И давно уже поделены фунгициды на классы. И желательно использовать фунгициды из разных классов, действующие вещества из разных классов. Потому что один и тот же фунгицид, то есть одно и то же действующее вещество может продаваться под разными совершенно названиями. Например, скор и райок. А по факту это может быть азоксистрабин в результате действующее вещество. То есть по факту мы применяем одним и тем же. То есть при чередовании мы смотрим, чтобы действующее вещество было из разного класса фунгицидов. И мы их применяем где-то с периодичностью не чаще, чем через 3 недели. Но в идеале, коллеги, оставьте препараты и деньги на препараты для более серьезных заболеваний, с которыми нельзя бороться по-иному, кроме как химическими методами защиты растений. Что еще хотела сказать про бациллис субтилис? Иван, можно вернуть? Про бациллис субтилис. Чем еще хороши биопрепараты? Тем, что мы их можем совместно применять с любыми фунгицидами против любых болезней. Потому что на бактерии фунгициды не действуют. Соответственно, бациллис субтилис, пожалуйста, применяйте. И после этого любые фунгициды во время применения тоже совершенно не повредят нашим бациллис субтилис. Я думаю, что они хороши еще и тем, что они имеют широкий спектр действий. То есть бактерии являются антагонистами других бактерий в почве. И таким образом они улучшают работу корневой системы за счет подавления гнивостных бактерий и всяких различных других бактерий. Совершенно верно. А еще биопрепараты зарегистрированы в ЛПХ. И они более безопасны к применению. Потому что вот в этой таблице далеко не все препараты зарегистрированы в России на горшечных культурах. То есть от патогена, от ботритиса, да, они работают. Кстати, обратите внимание, когда будете читать инструкцию, практически все эти препараты зарегистрированы больше от альтернариоза, от листовых пятнистостей. Серой гнили в инструкциях практически нет. Но опытным путем показано, и опять же в Европе, может быть, регистрация более широкая там, эти препараты работают и от серой гнили, не хуже, чем от альтернариоза. Так, а теперь перейдем к следующему заболеванию. Если серая гниль у нас плетает в основном по воздуху, то фузариоз начинается с почвы, и он гораздо более вредоносен и опасен для цикламенов в сравнении с серой гнилью. Фузариоз цикламенов – это болезнь теплых теплиц, потому что фузариум начинает развиваться лучше всего при 27 градусах Цельсия, а уж при температуре 30 градусов Цельсия фузариозу вообще прекрасно. Но не обольщайтесь, пожалуйста, при 16, при 18 градусах, к сожалению, фузариум тоже очень так успешно убивает наши цикламены. На фотографии с левой стороны вы можете увидеть растения, выпавшие от фузариоза. Такие растения будут появляться постоянно и все больше и больше. Основной симптом у фузариоза – это увядание. Причем на начальной стадии увядание идет с одной стороны куста, например, с правой стороны листики все подвядшие, с левой стороны они нормальные. Но со временем увядает и все растение целиком. Плюс еще, как мы можем диагностировать фузариоз? Выкапываем пораженное растение, разрезаем луковицу вдоль, нюхаем. Если нет характерного запаха, бактериальной болезни, значит, это не бактерии. Мы говорим, ой, как хорошо, потому что с бактериальными заболеваниями бороться гораздо сложнее, антибиотиков на декоративных культурах, на цветах практически нет. Если мы разрезаем и в клубне видны потемнения сосудов, да, такие черные пятнышки, черные точечки на клубне по периметру, по кольцу, значит, да, это на 99% это фузариум. Сосуды закупорены, не идет питание листу, лист увядает. Еще иногда появляется на черешках листьев или внизу, вот около клубня, такой пушистенький, очень красивый, розовато-беленький налет. Он тоже характерен для фузариума. Виден он не всегда, он есть не всегда. То есть основные все-таки симптомы мы будем смотреть это с одной стороны сначала, увядание листьев и темные точки, закупоренные сосуды на срезе клубня. Иван, что-то добавишь про симптомы? Я могу сказать, что на практике все-таки вот тот самый цвет, который Юля сказала, что такой красивый оранжеватый или розоватый цвет, он все-таки часто встречается. Поэтому если вы возьмете такое растение, чтобы точно понимать, это фузариум или это какое-то другое заболевание, надрезаете, назовем так, клубень цикламена, да, вот его вот это вот, ну неправильно называть луковица. Клубня луковица, да. Все-таки это клубень. Вот. И если вы видите побурение или покраснение небольшое, это характерный признак кузариума. На цикламене это действительно видно, и на цикламене это один из характерных симптомов. В этом случае, конечно же, такие растения необходимо изымать. То есть вы точно знаете, что это кузариум. Если видите оранжеватый или красноватый налет и цвет на срезе самого клубня, да. Я вот видела больше розоватый и беловатый налет пушистенький, но, видимо, фузариум может быть разным. Да, еще, коллеги, споры фузариума могут легко выживать практически на любых поверхностях. Хоть на стальных, хоть на оцинковных. А уж в субстрате, если у вас, не дай бог, или дай бог, если у вас теплица грунтовая, да, или хотя бы на земляном полу у вас стоят стеллажи с растениями, и вроде как они изолированы от пола, учтите, споры фузариума в почве сохраняются на протяжении пяти лет совершенно спокойно, и они достаточно летучие. То есть если они в какой-то неблагоприятный период, они сидят в субстрате, если и год нету фузариоза, то на следующий год никто не застрахован от того, что эти споры фузариума из земли каким-то образом перелетят на стеллажи с вашими растениями, и произойдет заражение растений. На самом деле фузариоз очень сильно распространен в теплицах, где выращивают цикламены, и вообще на культуре цикламены, и он очень вредоносный. Вы можете терять до 15% урожая, даже в хороших хозяйствах 5% потерь от урожая, 5% потери продукции от фузариума, это считается нормальным. Это не нормально, но это нормально. И плюс еще цикламены, ну мы все говорим, что нужно кормить растения, хорошо кормить, но, пожалуйста, не перекармливайте растения азотом. При одностороннем движении азота, потреблении азота у растений клетки становятся более рыхлыми, растение более такое слабенькое, и фузариуму атакует гораздо легче. Защита цикламенов от фузариоза включает в себя использование семян, у которых лабораторно подтверждено отсутствие спор, потому что очень мало болезней распространяется семенами. В компании Сингента мы очень хорошо за этим следим, но учтите, что международные требования, это не обязательно, то есть не все компании используют семена и проверяют свои семена на наличие спор фузариума. Но компания Сингента проверяет это, причем не только на овощных культурах жизненно необходимых, но и на цветочных тоже. У нас более высокие стандарты, и семена цикламенов от компании Сингента, они точно свободны от спор фузариума. Если появляется фузариум на всходах у вас в теплицах, скорее всего, это прилетело либо из вашего грунта, либо с конструкции теплиц, либо, ну не забывайте, что в принципе в торфе, в земле, в любом субстрате, кроме минеральной ваты, спокойно встречается фузариум. Так же, как эпитиум, вопрос просто в каких количествах, насколько там они вредоносны. Цикламен мы должны выращивать при температуре не выше 23 градусов, напоминаю, потому что фузариоз – это болезнь таких достаточно теплых теплиц. PH, субстрата, Иван уже говорил, при борьбе с водорослями важно использовать, важно выращивать растения в оптимальных параметрах PH. Вот здесь тоже субстрат в пределах 5,8, 6,3. EC, электропроводность в субстрате должна быть около 1,8, то есть в субстрате должны быть питательные вещества всегда на цикламенах. Естественно, мы используем дезинфекцию теплиц. Практически все те методы, которые Иван рассказывал, от водорослей, они помогут снизить инфекционную нагрузку и фузариумом, и ботритисом. И еще для тех, кто думает, а вдруг что-то выживет, или мне жалко растений выбрасывать, мы им дадим шанс. Зараженные растения никогда не выздоровеют. Более того, они останутся очагом фузариоза. Особенно это страшно, если вы используете столы с подтоплением там и не используете очистку воды ультрафиолетом или дезинфекцию. Вот это все. Это если у вас пару растений на столе заболело, то при следующем поливе все эти споры фузариума разнесутся по всем растениям, и потерять можно до 100% продукции. Пожалуйста, имейте это в виду. Как только видите зараженные растения, просто сразу их выбрасывайте. Причем желательно не где-то их в теплице сплодировать, а их в идеале утилизировать в ямах с гашеной известью, ну или хотя бы используйте закрытые полиэтиленовые пакеты и тащите это все подальше. И ни в коем случае не используйте субстрат ацикламенов для последующей пикировки каких-нибудь летников или еще что-то. Вот, пожалуйста, не надо так экономить. После удаления пораженных растений мы все еще здоровые растения обрабатываем фунгицидом, чтобы предотвратить дальнейшее распространение. В России достаточно сложно с разрешенными фунгицидами. У нас, на самом деле, от фузариоза только максим разрешен на декоративных культурах, и то, по-моему, на луковичных. Есть препарат Геокс, он бесцветный, там действующее вещество флудиоксанил. В принципе, его, наверное, можно использовать от фузариума, но на цикламенах он не зарегистрирован. Поэтому это все на ваш страх и риск. Субстрат желательно мы используем легкий с содержанием 15-30% перлита. Есть, с одной стороны, рекомендации, что цикламены, наоборот, нужно выращивать на более тяжелых субстратах, но чтобы у нас банально даже горшки не заваливались. Но в плане борьбы с фузариумом лучше, чтобы к корням поступал больше кислород и чтобы было меньше застоя влаги в корневой зоне. Плюс при фузариозе растения очень часто заболевают сильнее фузариозом, если прошел водный стресс. То есть если мы растения какое-то время пересушили, или перелили, пересушили, и вот после таких сильных перепадов влажности субстрата фузариоз распространяется прямо на ура и очень быстро. И опять же напоминаем про строгие фитосанитарные меры. Во-первых, если мы делаем верхний полив на цикламенах, а он возможен, но до периода того, пока у нас листья не выходят за края горшка, после этого лучше все-таки на цикламены поливаем в поддон. Соответственно, при верхнем поливе, пока он у нас еще работает, мы избегаем разбрызгивания воды. Мы этим не только фузариум можем разнести, мы этим успешно можем разнести и бактериальные какие-то болезни, и ту же самую серую гниль. То есть в цикламенах, если мы используем полив сверху, то очень аккуратно. Также мы дезинфицируем руки и оборудование. Это тоже очень важно. Когда вы ходили или ваши работники в теплице идут, собирают погибшие или пораженные фузариозом растения, а после этого, не моя рук, не моя ничего, идут ухаживать за остальными растениями, значит, что через пару недель придется выкидывать еще больше растений. Пожалуйста, следите, применяйте фитосанитарные меры и профилактику. Следующий слайд. В общем-то, наверное, и все. Благодарим вас за внимание. Запись вебинара есть на сайте, и также со временем мы с Иваном будем помещать на сайте еще какие-то полезные информации по поводу цикламенов. Иван? Коллеги, большое спасибо за внимание. Мы очень рады, что вы просмотрите, будем рады, если вы просмотрите наш вебинар. Я не буду говорить, ставьте лайк, жмите на колокольчик, потому что вебинар не предусматривает таких возможностей, и запись его тоже. Но, тем не менее, мы будем очень рады, если вы все-таки зайдете на наш сайт, посмотрите, а также очень будем рады, если вы будете напрямую к нам обращаться. Вы можете звонить, писать в WhatsApp, и можете обращаться к нам по электронной почте. Еще раз благодарим за внимание. И я думаю, до скорых встреч, потому что у нас впереди сезон, впереди анализ сезона, впереди новинки. Ну и жизнь продолжается, и мы с вами, обращайтесь, всегда будем рады вашим вопросам. Большое спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok